Привет, народ! С вами Black's Infinity, и сегодня, опять спустя месяц, я выкладываю обзор, расширенный обзор на Чудо-женщину. Да, ребята, я надеюсь, вы его заждались, и я дождусь своих 10 тысяч просмотров. Ну, как обычно. В общем, я не буду медлить, это обзор на Чудо-женщину большое ревью, которым я попытался разобрать все аспекты, детали, пасхалки и теории. В общем, все как обычно. Погнали! Диана Принц. Легендарная амазонка, защитник земли и убийца богов, а также первая обладательница такого звания, как женщина-супергерой. В далеком 1941-м целью создания этого персонажа была не только привнесение оригинальности в мир комиксов DC, но и завоевание новой аудитории. Как женской, используя Диану как пример сильной и независимой, но и также мужской, сделав героиню очень привлекательной и сексуальной. Как говорил сам создатель персонажа, Уильям Марстон, у него была цель создать того, кто показывал людям новый тип женщин, силы, как у Супермена и с красотой, как у Афродиты. Так и появилась Чудо-женщина, которая отлично выстрелила и показала большой спрос аудитории, быстро получив свою сольную историю комиксов. Изначально снять большой полнометражный фильм про данного персонажа планировали в 1996 году, и постепенно у проекта возникали разные проблемы. Менялись продюсеры, режиссеры и главные актрисы. Самое ироничное, что в 2005 году за пост режиссера взялся сам Джосс Уидон, который просто мечтал снять фильм про женщину-супергероя, и работал над фильмом аж до 2007-го. Но и он не смог до конца доделать его, зато теперь он является вторым режиссером Лиги и главным постановщиком фильма про Бэтгёрл. Вернулся, так сказать, в русло DC. Но если тогда задача Дианы была просто показать историю о женщине, правильную и красивую, то теперь всё иначе. Ей нужно представить свою сольную историю в рамках расширенной вселенной DC, и спасти эту же вселенную после её неудачного 2016 года, когда все на ней уже поставили крест. О фильме стало известно в 2014-м, и Ворнеры сразу же захотели найти женщину на пост режиссера картины. Сначала их выбор пал на Мишель Макларен, которая до этого занималась режиссурой больших сериалов, таких как «Игра престолов» и «Во все тяжкие». Но из-за творческих разногласий её пришлось заменить на Пэтти Дженкинс, которая и должна была привести Амазонку к успеху. Конечно же, изначально фильм должен был стать обычным сольником, и больших успехов от фильма в студии не ожидала. Но ситуация кардинально изменилась, когда БПС и отряд были разгромлены в хлам. И хоть их кассовые сборы оказались внушающими, Ворнеры ожидали не этого, поэтому концепцию маркетинга «Чудо-женщины» нужно было кардинально менять. Ведь теперь всё внимание приковано к Диане, и все задаются вопросом, а провалится ли она или нет. И как мы уже знаем, она смогла не только завоевать 90% на томатах, но и взять 650 миллионов долларов за один месяц проката. И возможно даже дойдёт до 700, что сделает её самым успешным проектом расширенной вселенной DC в кассовом плане. Съёмки фильма начались в ноябре 2015-го и закончились в мае 2016-го. Пересъёмки же происходили в ноябре того же года. Ну а теперь давайте откинем весь этот пересказ в Википедии и углубимся в мой субъективный анализ картины. Первое, о чём я тут же хочу сказать, это новое интро-фильмо в DC, которое является некой отсылкой на интро-мультика Лига Справедливости. Оно использует довольно простой анимированный стиль и показывает 7 главных и самых известных членов Лиги Справедливости, а в конце и вовсе почти все герои вселенной с появляющимся логом издательства. Заставка очень быстрая и из-за этого выглядит довольно внушающе, но как по мне не хватило подачи в виде музыки, хотя я это объяснил тем, что в Лиге для этой заставки они будут использовать переработанный трек из мультика, но если вы понимаете о чём я. А теперь давайте перейдём к сюжету, который я наконец-то смогу с радостью и облегчением на душе похвалить. Ведь здесь, в отличие от БПС или отряда, нет каких-то сложных деталей, которые разрушали картину к концу, а наоборот, все детали этого фильма очень классно переплетаются между собой, используют висты, объяснения всего неизвестному обычному зрителю, чеховские ружья и драму между персонажами. Всё, что есть в Чудо-женщине, не перегружает картину, ведь в ней очень мало пасхалок, а если они есть, то, конечно же, как и полагаются данным жанру, скрытые для фанатов, и никто не будет ныть, что что-то недопоняли в сюжете. Вообще, хочется отметить сначала картины, а именно так называемую двойную экспозицию. Нас не только вводят в курс положение дел на острове Фемискира и жизнью Дианы там, но и также представляют Лондон, положение дел войны и знакомятся с злодеями картины. Самое крутое, что было в экспозиции, это Ориджин Богов Греции, показанный в виде анимированной картины, что выглядит очень живописно. Да и сам Ориджин очень правильно подан быстро и по делу, не вдаваясь в ненужные подробности. Правда, как мне показалось, всё-таки они как-то затянули уж больно с экспозицией, и можно было сделать её покороче на 5-10 минут, но это не такой большой огрех. Ещё хочется отметить, что переход между вторым актом картины и финалом очень бесшовный и почти что незаметен, да и сам финал очень здраво поданный, используя внутри себя несколько сюжетных поворотов, что является правильным решением для скраски впечатления. Также картина пытается привнести философию в тему войны, рассказывая о неком зле, который устраивает войну, но этим злом в итоге оказывается само человечество, которое уничтожает само себя изнутри. И хоть в конце, когда Диана побеждает Ореса, солдаты двух сторон вроде как перестают воевать, но я не нахожу в этом ничего противоречивого, ведь сколько было случаев, когда после изнуряющей битвы в живых остаются пару человек с той и с другой стороны, которые складывают оружие, чтобы вернуться живыми к своей семье. Лишь любовь и вера смогут откинуть нужды в войнах и спасти человечество, как это говорит главная героиня в конце ленты. К сожалению, из-за грехов я смогу отметить большое использование клише в фильме, от которых, видимо, убежать не удалось. Здесь есть и переманивание героя на сторону злодея, и типичное самопожертвование, и клишированные ситуации с девушками в мужском обществе, и то, что злодеи стоят на месте и не стреляют в героев, пока они на что-то там смотрят, и многое другое. Если бы клише было мало, как это обычно бывает в других картинах, то я бы даже не упомянул этот подпункт, но, к сожалению, очень сильно они бросались в глаза. А еще самый конец фильма, когда Диана прыгает в камеру к последним кадрам, выглядит, ну уж, очень клишировано и ужасно нелепо. Когда мы смотрели фильм, мы ожидали, что когда Диана выйдет на крышу, она встретит Бэтмена. И какой же был облом, когда она с этим прыжком полезла в объектив. Эх... Атмосфера. Одна из самых крутых черт фильма, которую я отмечу отдельно, это то, как Пэти Дженкин смогла продемонстрировать ужасы Первой мировой войны в фильме про супергероя. То, чего я не увидел в Первом Капитане Америки, и из-за чего считаю его плохим проектом Marvel Studios, я смог ощутить здесь. Это чувство безысходности, отчаяния, но в то же время веры в будущее и в надежду. Режиссер смогла передать войну во всех рамках. На поле боевых действий, в верном городе, в зале заседания правительства, на басах и так далее. Все это создается путем стилистики картины, хороших декораций, костюмов и отлично проработанной массовки. За это просто огромный респект, ведь картина таким образом чувствуется совершенно иначе и не картонно. Кстати, многие считали, что также здесь будет преобладать атмосфера феминизма, но этого не произошло. Фильм отлично показывает Диану как женщину, не гиперболизируя все глупые понятия, навязанные современным миром, из-за чего очень красиво и иронично смотрится дуэт Дианы и Стива Тревора. Юмор. И здесь спорно, ведь где-то какие-то шутки вызывали у меня улыбку, над некоторыми я ржал в голосину от их подачи, а остальные вызывали недоумение, и уже смех над тем, как же это глупо выглядит. Как по мне, фильм слишком переборщил, с пошлыми приколами. Один-два раза окей, но не в таком большом количестве, ну же. Вообще здесь, наверное, та же проблема, которая меня мучила и в Стражах 2. Переборщили. Хотя и не нарушили целостную атмосферу вселенной. Визуал. Одна из главных причин, почему мне так понравился Человек из Стали, закат во время финальной битвы, символизирующий закат всей криптонской расы. Белые краски, показывающие чистоту и праведность действий Кларка. Все это было не только красиво, но и имело смысл. Но про него абсолютно забыли в отряде, и нелепо, и неправильно использовали в БПС. К счастью, Чудо-женщина вернулась в нужное русло. Все оттенки зеленого и голубого в начале, которые символизируют юность Дианы, и серая палитра в конце, отражающая то, как рушится весь правильный мир Дианы, и осознание того, что люди не идеальны, и что весь мир не идеален. Также в фильме виднеются и живописные желто-оранжевые оттенки, которые показывают песчаные локации, серо-зеленистные места, которые отражают трагедию природы, и тому подобное. Все это просто идеально вписывается в картину. Экшен и графическая составляющая — это две стороны медали. Сам экшен, его грациозность, масштабность, динамичность и красота хореографии выглядят просто отлично и мега круто. Каждый экшен-момент фильма сделан с огромным энтузиазмом и очень качественно. Лучшая экшен-сцена, как по мне, происходит в середине фильма, когда Диана и ее отряд пытаются отвоевать деревушку в Бельгии. Весь этот бой строится на том, что каждую секунду на экране экшен используют разные фишки и меняют декорации. С траншей на крыше, потом здание и здание в центр города и так далее. Используют сначала браслеты, потом щит, меч и под конец лассо. Это очень крутая и очень запоминающая сцена, которую можно немного сравнить с поединком Кларка и Зода, но которая выглядит менее масштабнее и менее разрушительнее. Но вот графика — самое слабое звено фильма. И самый прикол в том, что графика в начале просто удивительна и великолепна. Это относится к показу Фемискиры. Но с каждой минуты она становится все хуже и хуже. И конец картины показывает нам абсолютное мыльцо и плохую детализацию картинки. Оресы пытаются как-то убирать на задний план, показывать в темноте или огне, который тоже был не ахти как нарисован, чтобы скрыть его плохую проработанность. Из-за этого минуса финальная битва не вызывает таких же впечатлений, как экшен-сцена в середине, окажется заурядной битвой Савитара с Барри Алином. А причин, возможно, несколько. Как говорят инсайдеры, Оресу под самый конец решено было изменить внешний вид со слиной башки на его каноничный облик в связи с получением негатива от фан-базы и, конечно же, бюджетом в 149 миллионов долларов, который очень мал для фильма такого масштаба. И немного о саундтреке. Руперт Грэгсон Уильямс отлично поработал над своей задачей и смог создать треки, которые отлично дополняют фильм и многие сцены, но все же он в большей степени использовал всем известный трек Джанки Кселя «Иши Виз Ю», который немного аранжировал его под нужную динамику сцен. Но все-таки я не могу отметить трек, звучащий в титрах, а именно экшен-реакшен, который так сильно осел у меня в голове, что мне теперь хочется вставлять везде. Очень драйвовый, эпичный, а главное разнообразный, как по мелодии, так и по ритму с динамикой. А теперь поговорим о персонаже. Диана Принц, чудо-женщина в исполнении Галь Гадот очень сильно удивила меня не только проработкой своего персонажа, но и актерской игрой, которая заметно улучшилась ее дебютом в «Бэтмене против Супермена», за что я могу выписать ей отдельный большой респектосик. Но, конечно же, в этом фильме меня не только поразила актерская игра, но и то, как Петти Дженкинс смогла создать сюжетный путь героя и показать ее историю так же подробно, так же с душой, как это сделал Снайдер с Кларком Кентом. От наивной девочки, верящей в истинное зло и истинное добро, она постепенно, по ходу фильма, понимает, что не все так просто в этом мире, что он намного сложен и намного хаотичен, чем она думала, и к концу картины она кардинально меняется. С помощью такого развития персонажа история кажется еще насыщеннее и не дает заскучать на диалоговых или монологовых моментах, потому что переживаешь за персонажа, потому что веришь в него. Стив Тревор в исполнении Криса Пайна в этот раз выступает в роли любовного вдохновения Дианы. С самой их первой встречи ты видишь химию между ними, наблюдаешь за их спорами о различных проблемах мира, они обучаются чему-то друг от друга и, конечно же, влюбляются. Но лично, как по мне, смерть Стива в конце картины была не столь плачевной, столько нужна, чтобы поставить финальную точку в завершении образования характера Чудо-женщины. И все же, возможно, я не стал фанатом персонажа Стива Тревора, но я все же запомню его, как одного из героев Первой мировой данной киновселенной. По сути, именно на этих положительных персонажах и строится весь фильм, но я также согрешу, если не упомяну еще кое-кого. Конни Нильсон в роли Ипполиты и Робин Райт в исполнении Антиопы отлично справились со своей задачей, а точнее представили экспозицию фильму и дали ему завязку. Они обе служат наставниками для Дианы, учат ее не только боевым навыкам, но и жизненным ценностям. По сути, вся их роль была правильно продемонстрирована в картине. Напарники Стива, Самир, Чарли и Ворждь были показаны совершенно разными личностями со своими внутренними демонами и качествами. Но по сути, почти что не нужны фильму, и все равно выглядят какими-то картонными. Хотя видно, что пытались их оживить, и даже можно сказать, что попытка засчитана, ведь и этих ребят, я так сказать, запомню. Это Кенди, секретарша Стива, чисто просто комический персонаж, который нужен в кадре лишь, чтобы вызвать улыбку. Но это не всегда у нее выходит. Ну а теперь перейдем к злодеям. Генерал Эрих Людендорф в исполнении Дэнни Хьюстона показался мне каким-то карикатурным. На самом деле, очень переборщили с показом этого персонажа как истинного зла, пытаясь запутать нас, что он главный злодей. Из-за таких вот мувов в сторону дальнейшего твиста, ты уже в середине понимаешь, что Людендорф лишь пешка в чьих-то руках, и не более, ибо ведет себя не так, как должен вести себя бог войны. Зато с ним есть прикольная юморная сцена с противогазом, если вы помните, о чем я. Изабель Мару, доктор Яд в исполнении Елены Анаи. И тут очень странное дело, ведь по сути все то, что с ней сделали в фильме, это экспозиция на будущие картины. Но вот вопрос, доживет ли ее персонаж до будущих, картин-то или нет. В фильме я не увидел в ней ничего такого особо злого, она пыталась завершить свой проект и создать что-то новое в области науки. Да, делала она это для плохих парней, но таких персонажей в кино у нас уже тысячи, и доктор Яд почти ничем от них не отличается. Чистый злодей второго плана, но выглядит не так карикатурно, как тот же Людендорф, поэтому она мне понравилась больше, но все равно не то. И, наконец, сэр Патрик Морган, Рес, в исполнении Дэвида Тьюлиса, который является главным сюжетным поворотом всей картины, к которому, кстати, подводили весь фильм специальными скрытыми намеками, которые я смог углядеть со второго просмотра. Но вот сюжетный поворот рушится, и даже, можно сказать, не дожимается создателями. Знаете почему? Потому что от скрытого вершителя чужих судеб, в попытках уничтожить мир, он внезапно становится клишированной массой плохого графония, который сначала рассказывает Диане свой план, говорит ей, что это она убийца богов, и единственный способ убить его, и вместо того, чтобы как раз-таки уничтожить убийцу богов, он зачем-то начинает призывать Диану на свою сторону, хотя все прекрасно понимают, что она никогда не предаст свою истинную цель и спасет человечество. На протяжении всей их свадки он зачем-то пытается все-таки привлечь ее на свою сторону и не дерется в полную силу, из-за чего, собственно, и проигрывает. Назвать его великим злодеем, как пишут многие, рука не повернется. Он больше тянет название Слива, но все же был показан лучше, чем Чародейка или Лекс Лютер. Хотя все может измениться, если он вернется в будущих частях, а не позорно умрет в первом же фильме про Чудо-женщину. Также хочу сказать, что Тьюлис очень большой мискас на такую роль, и черт, эти его усы вообще не подходят образу Ореса. В общем, хотели сделать крутой, шокирующий поворот с ним, и вроде это получилось, но потом все слили в урну. А жаль. Короче, со злодеями в этом фильме большая беда, и это печально. Ну что же, перейдем к пасхалкам и теориям. Сцена, когда Диана берет мороженое в Лондоне, отсылает нас на один из первых ее сольных выпусков в Нью-52. Один из бойцов Стива Тревора, а именно Самир, имеет отношение к отряду Черные Ястребы, которые проворачивали свои действия в комиксах во время Второй Мировой. В начале экшн-сцены в Бельгии, а именно когда Диана вылезает из траншей, мы можем увидеть камео Зака Снайдера. Брюс Уэйн, хоть и не появляется в фильме, но не дает забыть о своей главенствующей роли во Вселенной, в начале и в конце фильма. Я знаю, вы любите библейские отсылки, и специально для вас упомяну такой момент. Диана в фильме является неким божественным символом, который отсылает нас к Иисусу Христу. В один момент сюжета Диана, как истинный спаситель мира, уничтожает церковь, которая была захвачена врагами веры, и тем самым спасает всех верующих от греха. Так, извините, я, кажется, переборщил. Помните персонажа-вождя из отряда Стива? Так вот, его настоящее имя – Напи, а это в индейской мифологии имя бога-создателя, всего живого. Теория 1. Оказалось, что вождь действительно был полубогом, следившим за действиями Дианы. И это подтвердил сам актер, сказав, что в его сценарий был прописан этот пункт. Из этого следует, что, возможно, в сиквеле мы вновь сможем увидеть его, и, возможно, его истинные силы. Короче, посмотрим. Диана сломала почти все свое оружие к концу фильма, но в БПС мы видели, что у нее уже было новое. Теория 2. Видимо, Диана вернулась на Фимискиру, и там раздобыла новую партию мечей, щитов и так далее. Может быть, об этом нам поведают уже в Лиге Справедливости. Или в сиквеле. Во время финальной битвы Чудо-женщина поднимает танк и почти что кидает его на Доктора Яд, но сдерживается. В дальнейшем в кадре Изабель мы не видели. Теория 3. Логично предположить, что Изабель Мару сбежала и, возможно, вернется в будущих фильмах, если она еще будет нужна Петти Дженкинс. По канону, все-таки Доктор Яд была безумной старушкой, так что если сиквел будет происходить во время Второй Мировой, то мы сможем увидеть каноничный образ Изабель. Диана с помощью мотивации в виде жертвы Стива набирается сил и уничтожает Ореса мощным энергетическим ударом. Теория 4. Орес один из тех злодеев, которых почти что невозможно убить. Они всегда возвращаются. Тем более, я считаю, что убивать такую важную фигуру в истории Дианы, как Ореса в первом же фильме, неправильно. И надеюсь, что он еще вернется со своим коварным планом по уничтожению человечества. И отомстит Диане сполна. Ну что ж, ребят, я надеюсь, вам понравился этот видеоролик. И лично, как по мне, топ прост. Чудо-женщина на втором месте в списке фильмов расширенной вселенной DC сразу после Человека из Стали. И Орес тоже на втором месте, потому что там только 4 злодея. Ну, вы понимаете, 4 фильма, 4 злодея, второе, второе. Хотя Орес невеликолепный злодей, очень средний. Поэтому как-то так. Ну а с вами был я, Blacks Infinity. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, пожалуйста, поделитесь хоть кем-то с этим роликом, потому что вроде стараюсь, а просмотров как бы нет. Немножко обидно, но я это для себя все-таки делаю, потому что нужно развивать свой великолепный киноязык. Ну ладно, все, с вами был я, Blacks. Вот это вот все сделайте. И удачи, берегите себя. Bye-bye. Смотрите только хорошее кино. Субтитры сделал DimaTorzok